Всем здарова дорогие друзья! Я сегодня буду делать для вас обзор на небольшую, но любопытную, интересную модификацию от Кайзера, которая называется Плээшти Мод. Почему я до сих пор в делах сижу? Потому что первое же нововведение, которое было внедрено в игру, это музыка, причем чертовски крутая музыка. Я являюсь поклонником такого жанра, и я думаю, что вы тоже ее зацените. Музыка просто шикарная. Я первый раз когда запустил, я просто пять минут сидел в менюшке и слушал эту музычку. Плээшти это некий румынский город, который был довольно-таки знаковым во времена Второй мировой войны для Третьего Рейха. Так, ну в общем-то я... это тоже все, что я вычитывал, в общем-то. Так, вот Плээшти Мод, местонахождение, машину мы выбираем, естественно, образцовую, как иначе-то. Боб Майлон, окей, деловой район. И что мы видим? Смотрите, заставочка, причем Плээшти Мод на спидометре был написан, это очень плохо видно название, поэтому было бы здорово, конечно, если бы его Кайзер переместил повыше, потому что реально не видно название на заставке. Но это такая вот ложечка дегтя прям с самого начала. Так, ну ладно, первое, на что мы обращаем внимание, это... смотрите... Это, черт возьми, рогатый демониак. Так, тут я музычку уже отключу, чтобы она не отвлекала. Ну, конечно же, полицейским все надо, в первую очередь. Уроды. Свалите его отсюда, это мой деловой район. Отлично. Мужик такой незамутимый, постоял секунд пять, потом только побежал. Смотрите. То есть, к демониаку, к автомобилю, который вручался как награда в режим «Большая прогулка», за миссию, где, ну, вам нужно было догнать на Селесте красный уникальный самолет. Вот, упор этой довольно-таки миссии. Мы, кстати говоря, с вами очень скоро пройдем. Вот, и голова оленя была прикреплена к двиглу демониака. Очень, конечно же, неказистая машина. Самая легкая, кстати говоря, машина из всех образцовых. Вот, тут она была немножко переделана. Ну, кроме башки оленя, там еще была внедрена функция дыма, вот такая вот, видите? Вы начинаете стартовать, и тут же дым черный из-под колес. Вот, к тому же, ну, по-моему, чуть-чуть апнута была скорость ему. Я не помню, я давно на демониаке не ездил, так что вам наверняка будет, ребята, виднее. Вот, мне кажется, чуть-чуть он пошустрее стал. Вот, смотрите, и при этом, когда я торможу, тоже черный дым такой появляется. Вот, также был внедрен в этот мод большой трамплин, как и в большой прогулке, но он необычный. То есть, вы можете на любой машине заехать, и вас ускорит. К тому же, вы будете в момент прыжка наблюдать как бы со стороны. То есть, вы сейчас все это посмотрите. Так, давай, смотрите, ой, как кинематографично, правда, очень-очень уж быстро. К тому же, если вы будете брать машину, которая не очень прочная, и к тому же с мягким кузырьком, то, скорее всего, вы будете разочарованы за счет того, что ваш персонаж просто погибнет. Я думаю, вы не будете так над вами издеваться, и поэтому вы все-таки возьмете машину попрочнее. Например, Боб Майлон, который и фигурировал на заставке загрузочной. Кстати говоря, в архивчике с модом как раз есть обои. То есть, если вы хотите, если вы фанат мафии, вы можете поставить обои понравившегося вам мода. Вот, и играть, наслаждаться. Так, вооо, круто, круто, круто. Блин, это было бы здорово, если бы еще замедленный такой слоумо. То, что очень быстро все-таки это заходит. Так, похоже, машина уже, молясь, контуженная. Да, ну, сказывается ускорение, понятное дело. Ну, мы видим, что Боб Майлон все-таки машина значительно прочнее, чем Демняк, и поэтому у нас осталось 42 здоровья. Ну, здорово. Также, кстати говоря, вам дается рандомное количество денег за этот эффектный прыжок. В Ридме было написано, что дается от 1000 до чуть ли не 100 тысяч, что ли. Правда, особо тебе не дать некуда. Ну, да ладно, вам, по крайней мере, будет все равно приятнее получить 100 тысяч, нежели 1000, правильно? Конечно же, правильно. Также, среди функционала тут есть еще вот такая вот фишечка. Вы можете нажать на F1, и вы переместитесь вот в салон автомобиля. Правда, тут, конечно же, он проработан довольно-таки кошмарно. Вот, но при этом, если вы на стрелочке будете нажимать, вы будете вращать головой. Как Томми вращает голову на 360 градусов, непонятно. Видимо, у... Нет, реально непонятно. Даже у совы на 280 градусов голова вращается. Я хотел его сравнить с совой, но нет, он круче. Смотрите, у него шея без позвонков. И он до сих пор живой. Ой, страсти какие. Ну вот, по крайней мере, вы можете рассмотреть салон любого автомобиля. Правда, как-то это не совсем казисто будет выглядеть, потому что салон-то проработан был изначально. Так. Ладно. Нет, нет, садись обратно, садись. Покатаемся, а то вон мужик уже сапит от злости, что не даю ему проехать. Так, также среди функций, которые были добавлены в этом небольшом модике, есть выпрыгивание. То есть вы можете нажать на альтернативный выстрел. По умолчанию это на F. Похоже на самоубийство. Да, похоже. Смотрите, он выпрыгивает. Часть здоровья отнимается в зависимости от скорости, на которой вы находитесь, насколько я понял. Правда, ну, смотрится это как-то не очень. По-моему, в той уже сети гангстер моде чуть поплавнее было. По крайней мере, маличностное ощущение. Но есть такая функция, и это здорово разнообразить те же самые погони против гангстера. Поэтому это очень круто. Одной из самых классных функций, которая была внедрена в эту модификацию, это закладка динамида. Причем эта функция не была взята где-нибудь из Alive Mode или из других каких-то, к примеру, той же Этерни. Я не знаю, машина заглохла. Да, кстати, говорят, тут еще есть такая функция, что машина может заглопнуть. Просто тупо. Хренакс и заглопнуть. Видите, я жму на газ, машина не слушается. То есть вот такая вот забавная функция. Вот в погонях, в выживаниях, я бы, блин, бомбил, если бы меня реально заглохла так резко машина, и за мной бы ехала арава гангстеров. Но это, по крайней мере, тоже разнообразит как-то игровой ваш процесс. Вот. Если вы нажмете на кнопочку Q, то вы заложите бомбочку. То есть Томми отложит и Ичка, и эта самая Ичка взорвется. Так, даже, кстати говоря, это Ичка можно еще отложить, если вы находитесь в машине. Правда, у вас времени на то, чтобы свалить, будет гораздо меньше. Поэтому я вам искренне не советую это делать, если вы не хотите убить Томми. Но на этот раз ему, собственно, повезло. Другой момент. Смотрите, вроде как бомба взорвалась в машине, и при этом машина до сих пор целёхонькая надымится, но почему-то она не взорвалась сразу. А, ну да, со временем она взорвется, конечно же. Ах ты ж, урод! Так, стоять, стоять! Ты что, думаешь, я тебя просто так отпущу? Нет! Получи динамиту под днище! Хренакс! Вот так, да, это мафиозная месть. Весьма изощренная. Я уверен, что тебе понравится. Мужик, я бы на том месте вылазил, ставить тачки. Много. Ой, красотища-то какая! Блин, правда, Боб Майлон жалко. Ну ладно. Я ещё себе найду. Да. Вот. При этом при каждом приседании, я изначально думал, что раз присел, и тут прям кучу, вот такую змейку из бомб можешь. Нет, то есть вам дают... Есть ограничения. Каждые 5 секунд, пока он не взорвётся, вы можете одну бомбу положить. Оно и понятно. Так, хренакс. Я думаю, что никто из вас не будет спорить с тем фактом, что это будет выглядеть забавно в тех же самых выживаниях. Поэтому эта функция мне очень понравилась. Так, ладненько. Тут вот посмотрели. На демониаке рога там покатались. Бомбы заложили, повыбрасывались из машины. Собственно, что же тут есть ещё такого необычного? Добавлен был автомобиль, грузовик с песком. Сейчас мы, собственно, к нему и движемся. Вот тот самый грузовичок. Он стоит вот здесь, в Хобокине, рядом со стройкой. В нём песочек. Это уникальный грузовик. Потому что в каком ещё грузовике вы могли увидеть песочек. Так, выбрасываем Томпсон. Он вам не пригодится. Болдтрек Флотбед. Так. Едем. И смотрите. Тут добавлена такая была анимация, как рассыпающийся песочек. Правда, если вы будете кататься очень долго, песочек у вас убывать с кузова не будет. Поэтому это только добавленная анимация. Выглядит прикольно и реально что-то необычное. Ну и сейчас пройдёмся ещё частично по функционалу. Смотрите. Про всё то, что было добавлено в моде. Нажимаем на F1. И пожалуйста. Вот, кстати говоря, из кабины грузовика это смотрится поприкольнее, нежели в Боб Майлоне. Может быть из-за того, что он про... Что происходит? Что это такое? Я нажимаю на... ВАСД? И это что-то крутит как-то Томми. Нехорошо. Что в тебе вселилось-то, а? Ой. Какая дичь-то, а? Так. Ого. Блин, ребят, у меня же башка кружится. Такое ощущение, что он в каком-то упоротом аттракционе в каком-то трэшовом фильме ужасов. Что это такое? Почему это? Ой, что это такое? Блин, а там ты ручку поцарапал. Ты меня так не пугай, Томми. Мне твой здоровье-то важно. Особенно с учетом того, что у тебя 100 хп. Как-то мог там поцарапаться где-то. Так, во. Ну, короче, вот такой весьма упоротый. Но при этом фишка довольно интересная. Ни в одном моде я еще не видел такого. Эту фишку добавил Кайзер благодаря мододелу под никнеймом Голод55. Поэтому благодарствую тебе, Голод, за то, что ты вот такую вот вещь сделал. По крайней мере... Ой, что-то меня уже дашь не теряли начинает. Эээ... Черт знает, как я протиснулся вот в... вот в это вот. Но факт остается фактом. Я же не ехал назад. Не знаю, машина вдруг заглохла. Вторая функция. Любая машина, на которую вы едете, может заглопнуть. При этом Томми, естественно, сопровождает это действие фразочкой. Я не знаю, машина заглохла. Такую фразу он говорит в аэропорту в 16-й миссии в эпизоде, где он должен убить Дона Морелла. Ну, конечно же, заставочка с летящим Боб Майлом через трамплин. Демониак невероятный, рогатый, с дымом. По крайней мере, оригинальненько. Попробуем, давайте, с вами еще. Вторая попытка перемахнуть на Демониаке через трамплин ускоренный и при этом выжить. Вот первый раз, когда я прыгал на Демониаке, я реально выжил. Попробуем, что ли, сделать на запись и выжить. Невероятный трюк. Не повторяйте это дома, друзья. Не надо. Это я все делаю только для вас. И только в моем обзоре. Так, разгоняемся. Дури много. Дым черный. Хэппи метал в колонках. Гребанная юлвер. Да что ж такое-то. Блин, ну сейчас я реально уже не примахну. Тем более у меня уже эти колесики-то. Товось. Их ты. Трактор недоделанный. Никогда не любил эту машину. Никогда. Ладно, попробуем на контужном Демониаке перевалить. Я поворачиваю вообще тут туда. Я знаю, зато у меня есть машина хорошая. Я перевернулся на козырек, а при этом я выжил. так она добы ты прям продируешь crazy курс да все машины сдохла при этом гляньте если выйти резко из машины то она будет реально дымить причем смотрите динчика довольно таки это качественно сделаны такое ощущение что вас сарай с резины горит здорово как и никто не обращать внимание на это дает для вас это в порядке вещей что рогатый демониак и так дымит вот защитников окружающей среде не хватает здесь защитнички гринписовцы вы где ладно это будет не совсем разумно с моей стороны конечно же у меня не полное здоровье уже врезался один раз я сейчас режу еще один раз крусайдер блин ладно ладно шанс есть шансы есть всегда с другую сторону в другую сторону давай души это такое происходит ой я выжил я выжил да ладно верните меня верните меня на место нихрена себе ребята высма 4 хп ладно плевать мы выжили каким-то образом почему нас было не 100 хп перед прыжком значительно меньше смотрите мы с вами перемахнули черт возьми на этом демониаке до театра после которого мы гонялись за дону морелла а хри нить вот это самый грандиозный прыжок в этой игре который когда-либо совершал правда ли нам всего 1000 долларов это как-то принизительно весьма но ребята все это реальный эффект не понравился мне понравилось по крайней мере я думаю что вам тоже мне в голову пришла такая весьма упоротая мысль что если попробовать перемахнуть через ускоренный трамплин и там попробовать выпрыгнуть из машины что тогда произойдет в общем сейчас мы с вами друзья это проверим так я готов смотрите еду на лицефере и никакая тварь не мешает так ff выпрыгивать выпрыгиваем что я это попал в невидимую текстуру мболин ладно попытка номер два получится в любом случае конечно просто кто не знал там есть здание в здании нет верхней текстуры и поэтому если мы в него попадаем мы провалимся и в бездну в общем то это и произошло и хотят убавлен люцифер то что так кончишь то быстро ну конечно же копчанские тут как тут коптить так ах ты блин ну какая-то мартышка за ладно попытка номер три сейчас все обязательно должно получиться так трамвай так все по таймингу урод ты мохнатый блин почему тебе нужно было именно сейчас вызвать перед моим взором ладно ладно похоже на самоубийство эх блин ускорения не хватило ладно попытка номер 4 должна обязательно увенчат успех в любом случае смотрите прям с самого начала показываю все движения заряжаемся положительной энергии ци цзы или как там у китайцев какая положительная энергия ци по-моему дачи хер их пойми так ай разгоняемся волга по братски пожалуйста не мешайся мне тут очень серьезная операция спасибо большое брат таксист ах вы сучки просто ладно но вы поняли да постоянно мешают именно эти гадские гангстеры сейчас все посмотрите опять перестраивается дятел ты не вылупившийся давай выпрыгивай выпрыгивай быстро братан выпрыгивай дружище выпрыгнул выпрыгнул да в бездну самую ой ну по крайней мере забавненько то есть вы смотрите в любой момент времени вы можете нажать на кнопочку f и в при этом выброситься посмотрим зависит ли от скорости тот урон который вы получите так разгоняемся 80 миль давай нажимаю на f выпрыгивай выпрыгивай не бойся ха-ха-ха странно то есть я выпрыгнул на скорости 80 миль в час и при этом у меня 9 хп отнялось томми верчать из gta войсити поржал бы в голосину так ладно то есть по ходу абсолютно рандомным образом вас отнимается здоровье то есть у вас может отняться к примеру 50 хп а может отняться одно хп посмотрим так давайте попробуем час на скорости в 30 миль в час нажимаю на f выбрасывайся бог гляньте модификация противоречит всем законам физики то есть чем медленнее вы едете тем больше урона при выпрыгивании вы получите и при этом чем быстрее вы едете тем меньше урона получите но в общем то ребята я думаю что вы понимаете что это абсолютно рандомным раз генерируется поэтому ладно прикольно здорово но я это уже раньше видел правда тут она реализована чуть получше ну с отниманием здоровья понятное дело но и есть на то что мне понравилось больше всего в этом модификации это возможность отложить динамит и взорвать всех ваших преследователей лобысь вот работа динамит как граната то есть абсолютно такой функционал за счет этого понятное дело не взрывается машина в которую вы якобы закладывать и сам динамит вот то есть примеру гонится за вами толпа гангстер полицейских вы быстренько вываливайтесь машины выкладываете динамит отбегает тихо бадабум и нету гангстеров и полицейских по моему здорово надо будет сделать какой-то такой видео по жесткому выживанию в этом моде я еще раз перечитал ридми и там было написано что за прыжок на трамплине вам дается рандомным образом от 1 доллара до 10 тысяч долларов то есть вам могут дать по 1 бакс лип 10 тысяч как повезет уж бог рандома не утолим ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка сейчас передавайте все дисордерик давай ff выпрыгивай выпрыгивай томми ай буря башкой вонзился в асфальт и при этом выжил стоп и томми ты схрена ли в асфальт и провали ой блин вот это было эпично ну что друзья на такой вот нотки мы с вами закончим этот обзор всем спасибо огромное за внимание до скорых новых ярких встреч и новых интересных обзорах и в новых интересных прохождение ну и хочется уж тогда подвести итог этой модификации в общем-то она мне понравилась функционала правда не очень много работает он порой не очень хорошо вот ну вас скоротать вечерок будет возможность очень даже неплохо кайзер сам говорил что у него нет не было определенной тематики на мод то есть он просто сделал несколько скриптов скомпоновал и и вот получилась такая вот маленькая модификация в общем поэтому и такая вот оценка невысокая понятное дело всем спасибо друзья играйте в эту модификацию я ставлю ссылочку на группу где вы сможете найти ссылочку на скачивание этого моды играть собственно ручно всем спасибо до скорых новых ярких встреч в новых классных модах